В Бразилии объявлен трехдневный траур по погибшим в результате крушения пассажирского самолета. На борту были футболисты клуба Шапи Куэнса, административный персонал и журналисты. Погиб 71 человек, выжили шестеро, однако после еще один из спасенных скончался в больнице. Южноамериканская футбольная федерация в связи с трагедией приостановила все футбольные матчи и прочие мероприятия на неопределенный срок. Рассказывает Артем Красулин. Они не просто болели за этот клуб. Футболисты и фанаты Шапи Куэнса были одной большой семьей. Десятки тысяч человек в зеленых футболках прошли по центру города Шапи Ко. Сама траурная церемония прошла на домашнем стадионе. Едва сдерживая слезы, люди зажигали свечи, пели песни и скандировали фамилии погибших игроков. Очень сложно подобрать слова. Мы всегда приходили на игры команды, на этот стадион, всегда были вместе. Одной большой семьей. И теперь мы понимаем, что нашего клуба больше нет. Это очень тяжело. Скромный по меркам Бразилии Шапи Куэнса называли новым Лестером. За минувшие четыре года команда пробилась из третьей лиги страны в высший дивизион. Страшная трагедия остановила клуб в шаге от победы в Кубке Южной Америки. Аналоги Лиги Европы в Старом Свете. На этом видео игроки как раз празднуют выход в финальный матч престижного первенства. Теперь раздевалка команды выглядит вот так. Единственный игрок клуба, который не полетел на матч в Колумбию, по-прежнему находится в шоке. Говорит лишь, что не может пока полностью осознать случившееся. Фанаты колумбийского атлетика Националь, на матч с которым летели игроки Шапи Куэнса, были не меньше шокированы сообщениями об авиакатастрофе. Несколько тысяч болельщиков провели в богате акцию памяти. Они предложили вручить кубок бразильской команде без борьбы. В такие моменты мы должны забыть о цвете своих футболок. В эти тяжелые минуты мы понимаем главные ценности спорта. Разногласия и зависть остаются в стороне. Да, на футбольном поле кто-то должен выиграть, а другой проиграть. Но в любом случае мы не должны проходить соперников таким страшным образом. Не осталось в стороне и бразильское футбольное сообщество. Ведущие клубы предложили отдать своих игроков Шапи Куэнса в бесплатную аренду, а также закрепить за клубом место в высшем дивизионе чемпионата Бразилии на ближайшие три сезона, вне зависимости от результатов. Соответствующее обращение Федерацию футбола страны подписали Сан-Паулу, Коринтианс, Сантос, Палмейрос и Португеза. Что касается выяснения обстоятельств катастрофы, власти Колумбии обещают провести максимально тщательное расследование. Оба черных ящика самолета обнаружены. В управлении гражданской авиации заявили, что самописцы в хорошем состоянии и проблем с расшифровкой не возникнет. Предварительные результаты расследования обещают обнародовать в ближайшие сутки. Поисково-спасательная операция успешно завершена, так как мы обнаружили всех, кто находился в самолете. Мы можем подтвердить, что шесть человек выжили, они получили ранения. В Министерстве здравоохранения сообщили, что они находятся в стабильном состоянии, им предоставляют всю необходимую помощь. А все тела погибших эвакуированы в соответствии с установленными нормами. По уточненным данным, в результате крушения погиб 71 человек. Шестеро пассажиров выжили, но получили тяжелые травмы. Среди них три футболиста Шапикуэнсе. Защитник Аллен Рушелл может быть парализован из-за серьезного повреждения позвоночника. Вратарю команды Джексону Фольману ампутировали ногу. О состоянии здоровья другого игрока, Хелио Сан-Пьеро Нету, информации нет. Обнаруженный спасателями живым, еще один игрок команды Маркус Данила скончался в больнице. Перед смертью его успела навестить жена. Артем Красулин, Вести.